Те знания, которые я получаю в повседневной работе, я думаю, как и многие из нас, они, я считаю, что недостаточны для полноценного развития. Необходимо смотреть шире, читать больше, учиться больше. И MBA в Сколково – это отличная возможность для этого. Как можно забыть модуль в Силиконовой долине или, например, модуль по изучению Китая или модуль поведения переговоров от такого профессионала, как Moticrystal, у которого, можно сказать, боевой опыт переговоров. Но если брать учебную составляющую, то я бы, наверное, выделил консалтинговый модуль за его такую практическую направленность, за реальность задачи. Мы разрабатывали бизнес-модели для существующих компаний, которые хорошо представлены на рынке. Дерет Стайс преподавал нам бухгалтерский и корпоративный учет. Это он американец, живет и работает в Гонконге в университете науки и технологий. И он сумел преподнести такой, ну, довольно-таки, наверное, сухой и скучный материал, как цифры, математика, учет, бухгалтерия. А он преподнес в таком варианте, будто это какой-то интересный роман. Я бы выделил, наверное, Сергея Рязанского, потому что это было в начале, с одной стороны, а это было в втором модуле, а эмоциональная составляющая обучения, она в начале, естественно, выше. И второе — это Сергей космонавт. А кто в детстве не хотел быть космонавтом? Это была очень интересная дискуссия. Обычно спикеры где-то приезжают часа на два, а тут мы его не отпускали, я думаю, часов в пять. Наполеон считал, что тот, кто не умеет говорить, карьеру не построит. Я считаю, что это стало даже актуальнее в наше время в связи с глобализацией, в связи с развитием технологий, увеличение количества общения. Правда, подговорить я бы понимал, наверное, шире не только ораторское искусство, но и эмоциональный интеллект, ведение переговоров, управление и мотивацией персоналом, то есть все то, что делает наше общение более эффективным. И, безусловно, бизнес-школа это дает.